Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Краще – это, если мы еще удастся его как-то покращать и разуметь. Найбільше, что может случиться, это, если мы будем потихоньку втрачать КПІ, втрачать территорию КПІ, которая может быть, возможно, не сейчас, сейчас у нас такая сложная ситуация, но может служить для развития будущих поколений, для строительства нашего университета. Тому эта тема, которая меня хвилюет и в КПІ, и в Национальном иностранном университете, в Университете иностранных справ, это, чтобы строить университет, чтобы корректнее сказать, это как раз инвестиционные договоры. Я долго для себя формулировал свою думку и отношения, начиная от того, что запретить вообще не можно это делать, до того, что это можно делать и правильно. Сейчас мы с командой работаем в ответы законопроекта для того, чтобы урегулировать историю с инвестиционными договорами. Непогано то, что университеты могут на своей территории отчуживать свою территорию для того, чтобы там строить. Но университет должен что-то получать. И что он получает? Это, во-первых, будет публичная информация. Во-вторых, то, что получает университет, или финансовый эквивалент, или эквивалент в каких-то учебных конкурах. Это должно быть открыто и контролироваться. Если на какой-то этапе, там, заведующий или девелопер, с которым укладывается инвестиционный договор, который отходит от этих умов, то мы должны включать все инструменты, правоохранительные органы, народные документы, для того, чтобы отстоять интересы КПИ. Это моя позиция. Я не хочу, чтобы у нас строили ЖК на территории КПИ. Наш университет за это ничего не получал. Точнее, я не знаю, что должен получать университет. На моих депутатских заходах университет отвечает, что это конфиденциальная информация. Что должен получать университет, это то, что позволил построить. Поэтому я не понимаю, почему так и у меня возникают вопросы. То есть вопросы возникают через отсутствие правильной прозорости. Сейчас я надеюсь, что у нас такая дискуссия, что у нас есть журналисты в этой дискуссии, что мы открываем и прозоро это все делаем. Я бы очень хотел, чтобы КПИ было залучено впервые до разработки этого законопроекта, который я делаю. Мы уже готовим заплаты с вопросами, чтобы вы не только до многих университетов, чтобы вы ответили, как это должно быть в оригинале, как это должно быть правильно, для того, чтобы были отстоянные университеты и интересы будущих поколений. Это важнейшее. Мы сейчас можем дать маху в одном инвестиционном договоре и все. Убудоба на ЖК не знасена. А для будущих поколений это все, это уже не имеет шляпу для развития. Вот мой интерес. Я бы хотел, чтобы все четко понимали, что хочет делать депутат Крещук. Это по-перше. По-друге, с приводу капитальных податков. В бюджетах на наступный рейк закладывают 250 миллионов. Это копейки. Но, опять же, у вас есть депутат, который будет входить в комиссию, который предполагает эти капитальные податки. Давайте. Я всегда говорю, я там за КПИ, за национальные авиации, потому что это наш опыт. Мы там добились, чтобы 5 миллионов дали в этом году с авиационным университетом на пожежную безопасность. Там пожежи за пожежью. Давайте на копейки. Что нужно? Давайте подавать эти договоры, чтобы, как минимум, с капитальных податков. Это копейки, но у вас есть инструмент, и давайте работать. И с приводу этих незаконных, как в западе, это, опять же, мое суд сказать, законное или незаконное. С приводу всех этих забудов. Давайте максимально открыто. Я могу быть, снова же таки, на вашей спереди, когда мы показываем, дивитесь, капиеви чужие, от 1, 2, 3, но мы получаем 1, 2, 3, 4. Або мы могли, согласно договору, получать 1, 2, 3, 4, но недобросовестный податчик ось тут, ось тут, ось тут не выполняет свои обязанности. И тогда мы будем не один с одним листами перекидывать, а вместе работать по недобросовестному девелоперу. Вот все, что я хочу, как я хотел бы, чтобы она была налаштована в співпрацах. Если где-то нас кинули, то давайте работать вместе. А для этого должно быть открытость. По улице нет открытости, поэтому возникают вопросы. Доброе, Анна Романа, я вам щиро благодарен. По-перше, благодарен вам за позицию КПИшника, и все приоритеты, которые вы говорите, они абсолютно такие же у нас. Я хотел бы видеть ответственность. В первую очередь, мы получили вашего листа, и мы, честно говоря, воспринимали это. Первое, что вы, наверное, информировали, потому что в листе написано таким чином, что просят мне дать интервью что-то незаконное строительство под названием ЖК на земельной отделении закатастроенного номера КВТ, которая надана национальному техническому университету Украины Киевский политический институт для строительства, эксплуатации и обслуживания навчально-житлового комплекса. Именно навчально-житловой комплекс там будет строительство. Это незаконное строительство, которая была надана для этого строительства. Мы так понимали, что вы можете информировать и готовы ответить на все вопросы. Как Пан Роман сегодня сказал, и мы абсолютно довольны, что у нас должна быть полная открытия и полная продвижность. Поэтому я хотел начать с того, что я уже повторюсь перед Паном Романом, но это настолько сложная демократическая структура, где у нас сотрудников больше 5 тысяч и среди них это 2,5 тысячи. Это профессорно-реплодательский склад, среди них только профессоров больше чем 300. Это все личности, которые КПИ желают своим домом и очень критично до любого уровня. У нас такая позиция, что мы сначала ее обговорим широко, и для этого созданы ответы. Вот вся инвестиционная комиссия, она создана конференцией трудового коллектива, которую работают уже последние 20 лет. И в ней входят, во-первых, обрани глава комиссии, один из наших профессоров, кроме представителей ректоратов, я, член комиссии, проректор административной работы, входят, главные представители всех наших организаций, глава право-комиссии, глава право-комиссии студентов, глава студрады, и другие обранили профессионалы. Завдание этой комиссии, будь-який проект, который из того или иного инициатива, как правило, это инициатива наших профессионалов, которые шукают возможности развития университета, за тих умов, что последних трех десятилетий никаких денег на строительство мы, на жаль, не отрибываем. А вопрос есть и социальная структура, и житла, и, соответственно, из учебных профессионалов в определенной мере. И эта инвестиционная комиссия, во-первых, разлетает этот вопрос. Когда оно в интересах университета, то идет общественное обговорение. Для этого у нас главный профком есть, потому что сам профком он очень велик, представители всех институтов включают. Но все обговорения идут еще в расширенном профкомате. И после этого все такие проекты выносятся на конференции трудового труда. Из-за этого у нас были не конфликты, а не понимание с взглядом. Мы без того, что проекты будут завершены. Мы застрахованы для того, что мы подтверждаем, что оно идет наш код КПИ, потому что в первую очередь захисники его интересов это працедники и студенты КПИ, которые все могут быть заложены до этого процесса. Теперь что касается соответственно инвестиционных проектах. Я конкретно по вашему вопросу, я попрошу, чтобы нашему аудитору, соответственно аудитору, соответственно постановой КПИ, он проверял этот проект и сказал, может быть, это по-перше, на самом начале было так, и я еще раз уже говорил про это, независимо на то, что в 90-е годы было другое намагание наехать на наш кампус, мы жодно, кроме того, что были там парки, и благоустройства провели, жодно метры и далее даже на этой территории, мы в один сверху, авиатори, будем сдавать, его засадили, и вдовремя Парщаївска, где есть резервование строительство с территории, поскольку сейчас финансирование нет, но мы будем там парк это что касается инвестиций, во-первых, когда разъезжают с первыми публикациями, то еще люди на нас в кампусе просят, скажут, где же у вас на территории 5 житловых домов, но на территории 5 житловых домов, побудованные в 1903 году, домов, поскольку это вместе в комплексе университета были побудованы дом для пресесарей, и они прямо в комплексе между химическим корпусом и главным корпусом и политехническим домов. Итима про житла, мы соответственно, были в Италии, когда в 90-е годы начался предпуск закон и появилась коммунальная ситуация на земле и то на все коммунальные власти место начало давать дозволи на территорию, которую мы желали резервовать для нас. Но на жаль, это не резервована реализационная литва. И мы на Коварском прогулке побудовали первый дом, потом пытались выгодовать другую, но мы сказали, что когда нам что не будет то мы не дадим право. И насколько это было сложно, потому что они побудовали дом, но на частину его одновременно они побудовали Далее в Хвитине два важных территории и там действительно про навчальный жидловий конкурс. Один навчальный жидловий конкурс. Это кампус. я хочу сказать, что около залезницы честно мы там ничего своего нет. Там территория это далеко и у нас находится но это навчание будет в любом разе то что снова часть этого строительства 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 третье что сейчас это вопрос я попрошу рассказать. вы знаете вы знаете знаете вы вы понимаете что инвестиционные проекты и соответственно на 100% то просто архитика показывает 9 подобных объектов чтобы строительство строительства иначе просто эти деньги не защитило интересы университета чтобы университет у нас продолжил строительство а я еще раз хочу сказать что ни во время его основания и во время его выполнения решается инвестиционная комиссия это про студентские организации и конференция трудового группы без этого никакого вопроса у нас не решится поэтому говорить про открытие для сторонников здесь действительно есть договоры у нас на сайте все написано что мы получим что мы хотим но мы можем от этого все втратить потому что мы через юристы что хоть никакой открытия у нас тут не поэтому я хотим сколько пан Сергей тут и вопросов по индустрии попросить Сергея Анатольевича Виктория 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 Абдельского Виктория 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 организации учебного процесса Института телекоммуникации, ценных систем, ну и, конечно, было вопрос о завершении будильництва в студентском уртожке, потому что инвестиционные деньги, которые были необходимы для завершения, не хватало, и уже тогда мы планировали, что на последнем этапе будет самая компания, которая будет строить учебный комплекс по производству индустриальному, завершивать будильництво в студентском уртожке. Значит, договор был укладен в 2003 году с компанией ЗОЧА Д'ЯДЕРМА. Криза 2008 года вынудила нас переукласти с компанией МВЦТОР, ну а война внесла свои коррективы, поэтому МВЦТОР мы решили заменить компанию, и вместо индустрии на его замену прийшло товариство «Евротранс», который на сегодняшний день выполнил этот договор. За условием договора, університет отримает по 12% побудованих площадь навчально-житового комплекса, грошовых эквивалент яких направляется на будильництво и введенную эксплуатацию студентского уртожитка, который индустрия по улице Виборске, а также кошки направляются на будильництво аудиторного корпуса, который находится на земельной сельско-житового комплекса по улице Индустриальной. Там мы отримаем 250 мест навчальника, что будет приблизительно десь 1,5 тысячи квадратных минут навчальника точек. Что касается узгоджения этого договора, он прошел все три этапи. На первом этапе он был рассматриван на стене комиссии, на втором этапе проект рассматривался учебной радой університета, а уже на третьем этапе он был подтвержден конференцией трудового коллектива університета. Постановка конференции трудового коллектива НТУКПІ 50.04.2003 года. Таким чином, он пройшел трехривневую систему коллегиального розгляда, ну, что уже фактически не уможено, будь-якому коррупционному складовому. Больше того, после того, как он пройшел подтверждение на трудовом коллективе, было отримано погоджение с Министерством освіти и науки. Понимаете? Тобто, посторонь не залишился ни коллектив, ни орган. Чи были додатковые еще угоди? додатковые угоды, они использовали выключен переукладки договоров, это были договоры переустовки, так называемые, и были додатковые угоды связаны с тем, каким чином и в какие термины будут выключены. то, по улицам Индустриальной, Борщевьевской, и Проводкам Индустриальной, в Соломянском районе, Киеве, было выделено под строительство законных подставок решением Киевской Минской Ради. В 26.09.2002 года, земля была выделена в 2002, а договоры был подписан в 2003. То есть, год было обговорение, каким чином сделать строительство про надание земельных Университета Украины Киевский Политехнический Институт для строительства эксплуатации и обслуживания житового комплекса в квартале обмеженной улицы Индустриальной, Борщевьевской и Павловской Индустриальной в Соломянском районе Киеве. То есть, за решением Киевской Минской Ради университета под строительство навчального житового комплекса. Можно сразу я в ЖК Кампусе бываю, потому что там виборцы доводится общаться Я не знаю, где там навчальная складыва, потому что абсолютно просто житовый комплекс. там нема уже есть и сейчас мы ведем не про поле 38, не про кампус, а ведем розмогу про индустриальность. Давайте я завершу индустриальность, а потом перейдемо, если есть вопрос по кампусу. с точки того, что земля была введена на то, что земля объявлялась Радой и строительство eme я буду читать, потому что номер 05,3,4,25, through 25.03, 2005-го на проект уважнение обещаний вас оборудований у города Державного Криво на право оборудований оборудований в улице Индустриальной, Борщикинской и Индустриальной в Соломенском районе Министерства Киева. Это яя номер 08-715 от 25.07.2005 года с целью предназначения для строительства, эксплуатации и обслуживания учебного комплекса. Позитивный выставок комплекса государственной экспертизы проекта «Навчание на жителей комплекса в квартале в межном улице Индустриальной в улице Борщикинской setfall квотов и Индустриальной в Соломенском районе Министерства Киева . Дозвіл на виконання будівельних робіт, який діє до цього часу З бюджетового комплекса в в Brotherую обмеженном улице Индустриальной в улице Борщикинской и Индустриальной в Соломенском районе Министерства Киева номер 08-90 SL-T . Должение следует... 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 Такие же истории у Одесской юридической академии, где та же система, какой-то договор инвестиционный и так далее, Олимпик парк, вы все это здание знаете, когда вы в аэропорт едете, вот бортнический круг, зеленое здание, один в один, как у вас ситуация. Но там мы вообще нагло поступили, там вообще целевое назначение освиты, то есть там вообще даже не предусмотрено строительство каких-то начальных корпусов, но тем не менее там полностью незаконно, мы уже добились, что СБУ занимается этим объектом. Второй объект, вот тоже у нас разработки, это на Кудряшова, ректор МВД генерал Черней, там также в НАГУ снес общежитие и строят два дома бизнес-класса, тоже все инвест-договор, там вид сотки и так далее. И третий момент, это уже правоохранительный орган раскрыл эту ситуацию, чтобы вы понимали, что у вас очень похожая ситуация. Это известный дом с генералом Назварди, бывшим командиром, который сейчас в СИЗО сидит, там такая же схема, вдруг сделал, то есть строился дом на землях Назварди, и вместо этого какую-то часть квартир военнослужащим должны выдали, да, вместо этого выдали там где-то на окраине, на лесной, там убытки государству, 80 миллионов рейд насчитаны. Сейчас, например, министр Войсман уже замешан, оказывается, там сотрудник офиса президента Педозрума, высунула Татарова. И все истории, они очень похожи, видите, и у вас тоже. У вас есть выборская, где эта компания Евротранс должна вам сделать ремонт. Но есть у вас, собственно, объект, да? А, там целое строительство, да? То есть это, не, ну, смотрите, у меня перед глазами сейчас решение Киевского суда господорского, где КПИ был отказан в иске к этой компании, которая требует, вы требуете от нее начать проводить там работы, то есть вы сейчас сказали, что там проводятся какие-то работы, но от сентября 2020 года есть решение Киевского суда, где вы требуете через суд проводить работы Новогорска, а там не проводятся никакие работы. И причем ваш иск был отклонен. Я не знаю, вы подавали апелляцию, не подавали. То есть история очень похожая. И вы же сами понимаете, мы все взрослые люди, а вы еще с научными званиями, понимаете, 11% это все, ну, это чушь полнейшая, я вам скажу прямо. Потому что, вы поймите, первый мой вопрос, кто за эту землю платит налоги на сегодняшний день, где строится ЖК Гинест? ИНМЕСТ, это замовлено. ИНМЕСТ, это замовлено. ИНМЕСТ. У нас, соответственно, вы хотите вам рассказать эту историю? ИНМЕСТ. Да, доброго дня. Меня зовут Евгений. Я перьянию юридического управления ДПО, чтобы у этого строительства и строительства строительства они должны это сделать на начале 19-го года. В соответствии с тем, как они еще начали это делать, мы вернулись к суду, чтобы обязать их начать эту работу, начать свою частину и добудовать их в эксплуатацию. Буквально через 2 недели после нашего вернения к суду они начали это делать. То есть, саме вернение к суду мотивировало их начать это делать и не ждать этого решения. И этот судовый пузырь помог нам прискорить процесс начала этого строительства, а не... Была информация в информации, что забудователи не обязаны добудоваться и так далее. Но нет, наша лета была, чтобы начать их начать эту работу. И мы это сделали. Это, на самом деле, известная практика, когда возвращаются к суду для того, чтобы решить процесс выполнения. И это было трудно для того, чтобы они начали эти работы. На самом деле, этот пузырь играл позитивную роль. Через 2 недели работы на протяжении начались. И на протяжении того времени мы не подавали на апелляции и так далее, но мы их держали вот так вот в колоке для того, чтобы они выполнены. В любом случае, если он не прекращается, позор судей лежит. И мы можем подтвердить, что они не выполнены. Когда они уже вышли на этап завершения, а мы видим, что это 30 червя, тут осталось полтора года, и они продолжают работу, если вы можете туда поехать и посмотреть, там всегда работали бригады, постоянно работали, даже в случае работали иначе, то на сегодняшний день отбывала необходимость продолжения этого судового способа. Он играл свою позитивную роль. И на территории навчального житового комплекса будет аудиторный корпус на этой земле, то есть он будет стоять на земле на этой земле. Он будет площадью 1500 квадратных метров, 250 там навчальных областей. Тобто таким чином распределяются эти 11% будь-яких квартир или чего-то, университет не получает. Он получает вибрючно несколько студентов и получает навчальные места для студентов института, который находится поруч. Телекоммуникационный систем, как называется. Да, тут Сергей, у меня возникло вопрос, 11% от якости, на каком этапе мы вартость ракуем, сколько это 11%? На конец строительства. На конец строительства. Да, если можно. Ситуация связана, например, с кампусом. То есть они строили на первую сумму. На конец строительства строительства мы оценили землю, которая находится под кампусом. Оценка подтвердила, что вартость земельного билянки сближилась, поревняно с тими обязанными, на которые они выходили в момент завершения. строительства 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 строительства. Резинка складала почти 8 млн грн. Правда? На момент завершения их завершения. Все понимают, что земля, когда на ней что-то строительство строительство строительства, она увеличивается в цене. И мы все это понимаем. Потому что если просто стоить голова земля, она стоит, условно, 1 грн. Если там строительство строительства, она будет стоить 3 грн. Ну, это как, образом. Поэтому мы и приняли такое решение, что мы будем оценивать земельные билянки, выключеными под завершение обязанностей строительства. Потому что это увеличивает нашу долю в инвестиционном проекте. И это уже показал кампус. То есть на 8 млн грн. была увеличена вартость договора. Цена договора была увеличена на 8 млн грн, которые были направлены именно на строительство строительства. И это еще и по гуртожитку. Пане Сергееве, пане Романове, я хотел еще по гуртожитку. У нас, как говорится, у нас все это только гуртожит для студентов. И тут очень важно, что у нас проекты занимаются персонально тем, что контролируется работа по гуртожитку. Но студенты, соответственно, полностью заключены в этот процесс. И, я думаю, может, когда у вас нет цикавности, то игорь, как игорь, игорь. Хотя, если честно, я когда сюда заселялся, это было только в 60-м году, то там был только фантамент, то через складный рельеф и жертвовали, что, может, наши внучки там жить не будут. Но когда мы буквально месяц назад за демоторгическом боли, то я бачу, что скоро люди появляются. Это все-таки станет реальностью. Ну, если ничего не изменится, значит, мы очень разговариваем. То есть, участие студентов в этом и в контроле, строительство и в СМЦИК в выборе и в СМЦИК в выборе и в СМЦИК на БАГ университету. Дякую. Сколько денег будет с этой стройки и сколько это 11 процентов, чтобы хотя бы понимать, насколько это выгодно собственному университету и государству в том числе. Посмотрите, у них продажа квартиры квадратного метра 22 тысячи с половиной. Сколько будет в этом, там же будет несколько домов, сколько в итоговой квадратуры будет всех этих домов. И это первый вопрос. Второй вопрос. Как вы нашли этого подрядчика, девелопера «Евротранс»? Он выступил инициатором либо вы? И кто погодживал со стороны Министерства освяти, в каком году, какая посада и какая фамилия чиновника, кто погодживал это будивництво? «Если, что это будет произведение на приконке мудивництва, то есть эксперт, который оценивает земельную диленту. Если эта сумма будет выше за довольную цену, мы будем увеличивать на 8 млн. мудивництва по кампусу, если вы скажете, что это маленькая сумма, я не знаю, на самом деле эта сумма позволила на 8 млн. мудивництва. Сергей Анатольевич, прошу прощения, просто Сергей понимал, что вообще сумма, которую получили 8 млн. Он просит назвать какую сумму мы получили от этих объектов. 11 процентов мы от чего считаем, что полученные сидят? Это с чего 11 процентов? Из загальных площадь забудовы. 11 площадь забудовы в начале такого кунта. Так а сколько будет всего квадратных метров в этих всех свечках? Это от свечек? Я правильно помню? Ну, звично. Что стосуется вартостью? Тут вартость визначает експерт державный. Нам было надано проект, по якому было встановлено вартость этого конкурса. Это державная экспертиза, которая была проведена. На момент укладывания договора эта сумма складала 600 млн. грн. И 11% будет направлено на добудову студентского дожита. Это экспертиза. Я еще раз досереджу логу. Это экспертиза государства. Вы можете на калькуляторе раховать, насколько они продают. Это одна справа. Но государственная установка руководит нормами, которые установлены в государстве. Поэтому, когда человек продает еврофранк, стандарт девелок, или другая компания, это одна справа. Но любой документ, вы должны получить государство для государственной установки. Мы получаем документами, которые есть в перелоке для государственной установки. Возможно, варианты что кто-то продает за 22 тысячи грн. кто-то за 27 кто-то. Но есть экспертиза, оценка эксперта, которая дает нам право керовать при укладании договора. Когда договор приходит до завершения, будет повторна экспертная оценка. Еще раз раз уважаю. Когда земля коштует одну цену, без будильника, а когда будет строительство обеспечено это совсем другая цена. И поэтому она будет увеличена именно на сумму, которая будет выставлена экспертами на момент завершения. не так, что мы укладали золотую гривню и не переглядем эту сумму, мы ее переглядем на протяжении завершения наших отношений с инвестором. дозвольте прокомментировать этот вопрос. Чтобы было понятно, в договорах всегда есть формулирование, что 11% площадь, но не меньше, вартости земли. Почему мы сейчас об этом говорим? Когда мы начнем это строительство, мы оценим оценку земли, мы оценку земли об этом оценку земли как сказал Анатолий Анатолий и поэтому эти 8 млн, что мы говорим это вартость, которая была повышена вартость земли, которая была довложена в это он вручную. Поэтому мы на вартость земли на начале воевнования после экспертизы если вартость земли И если это происходит, то важность вкладок инвестора и подобного производства увеличивается. Как это было сказано? Я прошу прощения, Людмила Григорьевна Соботина, наш директор департаменту финансово-экономического, соответственно, тут она берет на баланс все те, что, соответственно, все эти работы, которые выполняют, соответственно, для всех инвестиционных договоров берутся на баланс университета. И таким образом мы их, соответственно, принимаем и имеем их реальную оценку, которая выкладывается в документах уже принятя на баланс. То есть по существующему договору, я понимаю, 11% это 66 миллионов прием и плюс-минус там 8-20 миллионов потом, когда будет оценка. Ну, на сегодняшний день это же невидимо. Но, на самом деле, когда будет... Ну, вы сказали, 600 миллионов заложено в договоре, что это будет общая... Так, оно закладено на момент укладывания договора, оно будет переглянуто на момент завершения завязанья инвестиционных договоров. То есть это предыдущая цифра, мы не можем сказать, но она будет в любом случае выше, потому что земельная дилянка будет приниматься в цене. Конечно, оценка проведена, она не будет меньше, чем земельная дилянка, которая надается под строительство, податок, за который платит сам инвестиционный день. И, скажем так, что я еще раз осереджу увагу, что не вся земля, даже ТПІшна, как давалось, это строительство. То есть, когда было решение, то мы выдали часть земли, это 1,06 га, это была земля, которая была направлена на строительство начальнического комплекса, а 0,34 га, еще додатковая МИСКОРАДА приняла решение, что она за счет загального использования земель передает университету для строительства начальнического комплекса. То есть, здесь еще и земля не вся, которая была выделена КПІ. Она частково КПІ, а частково выделена МИСКОРАДА. То есть, что я была интересна, это интересна Рада, чтобы это место было построено. Потому что там развязка должна быть построена, вы помните, что там стоит еще недобудова, но думаю, что ее все-таки добудуют, когда нет. Поэтому было очень важливо, мабуть, что и МИСКО, не только университет, а и МИСКО, чтобы там что-то появилось, что-то более-менее предстоящее, скажем так, потому что на тот же момент это было для них просто написано. А сроки введения в эксплуатацию домов жилих и навчального корпуса на 1500 рублей? Вы думаете, они будут будывать, потому что там, может быть, были, там, на объектах, они там написали, когда там сдают эксплуатацию, свой объект. Не, я не помню. Это не очень нас интересно, почему? Потому что они сдают нам все в 21-м году. А навчально-житовый корпус будет строиться, мабуть, еще в 3-м году. Ну так и есть. Ну так и есть. Ну так и есть. Сначала гуртожиток 30 червня 21-го и конец 21-го – это аудиторный корпус. Когда они сдадут навчально-житовый корпус в частине житового корпуса, частинный самый, то это, может быть, будет за 3-4, но там прописано 25 лет. А гуртожиток сколько квадратных метров предполагается? 9 тысяч. 9 и 800, 9 900, наверное, квадратных метров. Вот смотрите, у нас себестоимость по Киеву 500 долларов примерно в строительстве. Это голая цена, сумма. У нас 9 тысяч общежитий, полторы тысячи навчальный корпус, а у нас всего 66 миллионов ривен, плюс инфляция, плюс, там, вы говорите, 3 года пройдет. А что будет, если этих денег не хватит? 3 года пройдет для кого? Если 3 года пройдет для застройщиков, но это не наша проблема, они должны достроить. Это они строят жилой фонд, понимаете? А мы уже имеем общежитие, и мы имеем аудиторный комплекс. Треть, вы, может быть, не слышали. Все эти обязанности, что касается КПИ, будут вытянуты в 2021 году. То есть, дальше они будут продолжать строить свой житовый комплекс, но у нас это не хвилит. То есть, вся часть по гуртожитку будет закончена 30 червня 2021, аудиторный корпус на 1,5 тысячи метров будет закончен до конца 2021. То есть, что это будет через 3 года, нас оно никак не будет. Неправильно выразиться. Смотрите, вот давайте, мы же тут все с образованием вышим, да? 66 миллионов, это 11 процентов, я так до сих пор понимаю, да? Которые будут в итоге. Из того договора, прописано в договоре 600 миллионов рублей, мы поделим на, не будем говорить на общальный корпус, а поделим просто 9 тысяч общежития, мы помним, 500 долларов, у нас себе стоимость квадратного метра по киеву. Вот смотрите, я при вас беру. А церковь обороты продовые будут... Я просто не пойму. 11 процентов, это сумма, которая идет на строительство общежития и начальных корпусов. И мы расстраиваем. Церковь обороты продовые будут. А не с нуля, а не с нуля, а не с нуля, а не с нуля. Ну что от этого инвестора получает? 2 инвестора держится. То есть процент все же выруется. Так сколько квадратных метров... Подождите, куда 11 процентов идет? Только на полторы тысячи вот этих квадратных начальных корпусов? Надо стройку вообще, надо стройку. Один инвестор построил общежитие, другой его достраивает. Не, 11 процентов, а что такое? Надо строить. Сколько квадратных метров будет на общежитие настроено? Если вы хотите определить себестоимость этого строительства, исходя из этих денег, то вы должны брать затрату всех инвесторов, которые вложили в строительство этого общежития. Так 11 процентов вы уже тратите или что это? Сейчас тратим, а до этого еще они вложили, в другой нет. Коробка тоже, конечно. Мы не можем говорить о каких-то квадратных метрах, которые они будут будуть будуть в бурят. Потому что они не в бурят, они будут в них добудовывать. Де, что было коробку забудовано. Они работают внутрешние работы, домашние, домашние, ремонтируют и так далее. Коммуникации. Я понял. Так вот эти 11 процентов, они на что идут? На достройку. Есть оценочная стоимость, сколько будет затрачено на всю добудовую и сколько будет взято с этих 11 процентов? Это инвестор, который нам должен вложить вот этот последний инвестор, которым вы интересовались. Евротранс. Евротранс. А до этого нам, я не знаю какую сумму вложил еще предыдущий инвестор, сколько там, 60 миллионов. А перед этим еще... Нет, мы вопросом сказали, что вы в УНСЕ должны получить 11 процентов. Вот, я хочу понимать, сколько и куда уже пошли и идут, и они и в группе эти 11 процентов. Как распределяться эти группы 11 процентов? Можно я попробую ответить? Потому что Сергей, я так уж, зараз дизнаюсь, там до конца формую для себя информацию. Грутожо тут будывался не только за рахунок ЖК Генезис, а за рахунок еще двух попередних ЖК. Я думаю, что вкладывали в гордожо, как они там звели коробку, звели там фундамент. И сейчас 11 процентов, то, что для меня стало открытием с природом земли. И насколько я понимаю, в договоре написано, что 11 процентов, но не меньше, вартости земли. Потому что земля сейчас в каждый момент в начале, в том числе, 100 миллионов, мы хотим. Это я с головой беру. 100 миллионов в процессе. И 11 процентов мают быть не меньше этих 100 миллионов. То есть, может, 100 миллионов, это будет 15 процентов, но не меньше цієї суммы. Когда строится земля, вартость цієї земли увеличивается. То есть, на 8 миллионов умовно увеличивается. То есть, 108 миллионов мают уже заплатить. И не меньше. Можливо, у меня вопрос. Если 108 миллионов умовно это будет не 11 процентов, то это будет 11 процентов. То есть, я прошу прощения. Для меня это механизм разумеется. По кампусу, как раз была такая ситуация. 70 миллионов, они, конечно, над 40-50 процентов, которые были в основном. Все. Для меня это больше. Но если мы привязываемся к земле, в связи с тем, что, может, когда будет ее отчуждение, то, если я буду передавать эту землю с балансом, то, чтобы у меня не было, чтобы я на баланс взяла на забудовательство того же монтажинку, не на меньшую сумму, чем я передам им землю, что когда мы будем передавать. Поэтому мы привязались именно к вертости земли, чтобы не было лишних жизней. Это как дополнительный индикатор. Для меня это вопрос, понятно. Но тут у меня возникло новое вопрос. 12 процентов. Та сумма, которую мы получаем из ЖК Генези, идет на добудовую буртожитку. И тут логическое вопрос у Сергея. Первое, что достаточно этой суммы и не будет этой суммы много. Если нам нужно добудовательную буртожитку после этих двух ЖК Кампусов на 50 млн. А 11% из ЖК Кампусов – это будет больше суммы, чем, условно, может так быть. Это вопрос мне тоже. Чи мы будем полностью... Я зрозумію, прошу, что вы говорите. То есть, фактически, условия договора, они имеют под собой основу земли. Так, действительно, если сумма будет достаточно, это одна из правил. Если не достаточно, то они должны в любом случае добудовать этот корпус. Понятно? То есть, они должны таким образом рассчитывать, чтобы они нам сдали буртожитку в эксплуатацию и побудовали нам аудиторный и навчальный корпус. Это вопрос уже инвесторов. Он взял на себя обязательное. То есть, невозможно таким, что, например, у них не хватает 3 млн. на добудову. Шановны, это важная проблема. Вы должны нам сдали буртожитку в эксплуатацию и навчальный и административный корпус. Я хочу сказать, что вы говорите. Один из вопросов нашей инвестиционной комиссии – это вопрос продолжения термину доверенности, доручения для нашего педагога. Потому что, в данном случае, когда они связаны свои выполнения, мы продолжаем термину. Когда нет, то они должны запрещать все свои работы, поскольку, соответственно, мы, как замовник, тут реагируем этот процесс. Мы попробуем, Никитася, на каком этапе уголовное дело, возможно, в курсе. Смотрим, оно закрыто уже. Да. Это дело заключается за фактом, а не против корпуса. То есть, это тлуманчение против ректора или за какое-то законное удержание было перекручено самым засадом массовой информации. Что касается решения судов, то, конечно, мы сделали все необходимые юридические действия для того, чтобы это решение, это условие судов, промежная условия для того, чтобы получить какие-то документы и так далее. Мне дали этот документ, и никаких вопросов сейчас нет. И эта права, она уже с ДПР вошла, надеюсь, в полиции, куда-то, оскільки они отказались с ней заниматься, оскільки все их донесли не были подтверждены, оскільки документы, которые они не дали, они спростовали всю эту информацию, которая была в засаду массовой информации, и в том числе и ухвали по-другому. То есть, факт снова был, факт безговора или неподвижения? Мы не подтвержены. Скажем так, делитесь, если вы понимаете, то у нас не было никаких отношений, но мы работали, как я вам назвал, инвесторами. То есть, это первый инвестор в ТСОЧЕДЕО, потом там криза 2008 года, вы помните все их на криво, да, они стали, но там, естественно, они не были изменены, инвесторами. Зменили мы это то. 14-й год, все мы знаем, как потребует наша государство. На сегодняшний день также санация, банкротство и так далее. И решение было принято первой уступки. То есть, на сегодняшний день это ТОУ «Евротранс». Из ТОУ «Евротранс» у нас единственная компания, с которой есть взаимовидносины. Те, что там фигурует «Укрбуд», у нас нет каких-либо юридических отношений с компанией «Укрбуд». То «Евротранс» было правильно? Это только «Евротранс». Мы работаем с «Евротрансом». «Евротранс», «Укрбуд», у нас не было никакого дорого ремонта с «Укрбудом». Чтобы это было понятно. То есть, основной инвестор, основной контрагент у нас с «Евротрансом», а кого уже залучают «Евротранс», для выполнения определенных форм, там, векна вставить, фунтаном залить. Это у нас уже не относится. Если вы не залучили «Укрбуд», пожалуйста, «Укрбуд», вы не залучили сейчас «Евротранс». Это не наш. Сейчас строительство «Евротранс», насколько я понимаю, тут такая вещь. В отношении КПИ с «Укрбудом» никогда не существовало. Все документы, которые ДПРК вимагали от нас, то есть мы в порядке, мы изучили, и на сегодняшний день, как уже сказал Ирина Викторович, ДПРК не имеет. Еще вопрос. Второй. Я знаю, что, допустим, квартиры получали сотрудники в ЖК «Вертикаль», покупали в ЖК «Вертикаль», «Дубовая роща», вопрос, покупали ли в Генезисе, кампусе. То есть, насколько я понимаю, квартиры с родниками купали по скиткам, и это была часть условий инвестирования. Простейше сформулирую. Мы, по кампусу и по Генезису, там не было таких, по тим двум ЖК. Чи было в тех ЖК, до инвестиционных договоров, еще квадратные метры, которые шли не в грошу, а которые шли безусловно на университет? Ну, смотрите, с точки зрения того, что, по-перше, земля, которая выделялася под Дубовый Гайн, и на Ковальском, это была земля не для твоей, она выделялася местом под строительство житловых будинок. Простей в том, что она была земля решением МИСКОЙ РАДИ. Ну, можете подивиться, я вам могу назвать номери, если вам интересно, чтобы посмотреть больше территорийно. Номер 19179 26109 2002 года. Университет получил это по Ковальскому и по Дашавскому, это Дубовый Гайн, который я не понимаю, я вам назвал, получил университетом с целью предназначением для строительства житловых будинок. Вы помните, то есть земля не наша, она передана нам для строительства житловых будинок. Мы имеем 10% этих зданий на площади направляется на строительство ГУРТОЖИТКО. Те, что там отримали чи купили співробітники, ніякого отношения до отриманих % немає. Тобто, всі гроші за 10% площадь побудованих будинки было направлено на будівництво ГУРТОЖИТКО. и когда мы остаточные мы мали судовую справку по этому, что они выполнялись в повном об этом, все 10% было направлено на ГУРТОЖИТКО. Квартиры, это больше как социальный проект, и это на себя для инвесторов. Сколько он там продал эти квартиры, ну, это дело физической особой, КПІ-шника или не КПІ-шника, нам все купили эти квартиры, кому было бы потребно. Скажите так, они никакого отношения до 1% не мало. Тобто, у нашей отношения со столицей, они 10% направлены на будильничество ГУРТОЖИТКИ. Университет получил согласно инвестиционному договору 22 квартиры. И в других настройках 7 квартир. Дальше перечисляются, какие сотрудники получили эти квартиры. Ну, это помилка, я вам скажу на самом деле, тобто, я знаю про эту статью, Но эти квартиры, они были придбаны за гроши. Со скитками. Дивите, что скитки, это такая справа. Но я вам скажу про то, что 10%, которые были построены в двух житовых домах, были выключены направлены на будильничество ГУРТОЖИТКИ. И никакого выбора. Каких жилых комплексов? На чайных домах, житовых домах. На цикравлении? Да. То есть, все и у нас. У нас нет домов, там нет житовых комплексов. Давайте понимаем. То есть, на дубовом ГАЯ должен быть в двух житовых комплексах. Но вы помните, что у нас было решение, что эту территорию забудовывать неможливо. Поэтому из четырех домов они побудовали только один. Если бы они побудовали все четыре на Дашавске, побудовали будинок на Ковальскому и побудовался бы у нас научно-житовый на территории Кольова-38, то мы бы побудовали бы полностью его ГУРТОЖИТКИ. Но из-за того, что из-за того, что фактически пяти домов было побудовано только два, поэтому было необходимое заключение четыре на инвесторе за завершение ГУРТОЖИТКИ. Ну, насколько эта информация известна, то сотрудники получали скидки в каждом мужика. Ну, то есть, как бы не просто так положено. Ну, в принципе, это и в статье идет, и даже, по-моему, это было первое. Пока нового все будет ничего вырывать, а что ли отрывали, они просто нового церковь. А я еще, конечно, выполняю работу, хваляю вас. И, коллеги, что тут важливое, Сергея Анатольевич про это говорит, мы чему и в суд навіть подавали для того, чтобы эти питания были. Наши, соответственно, все обязанности относительно того, что нам должна была варюдать столицей, оно все эти обязанности 10% у вклада них в ОТОЖИТКИ. Те, что, соответственно, столица, там, как же социально, там, нашим и правковым мало там не было, и, соответственно, там наши співробітники, там, мали, с ними, когда их мали на увазі, и их враховывали, и сдавали какие-то пильги, это была чисто работа инвестора. То есть для нас было важно, что в никаком разе в долю ОТОЖИТКИ, кроме ОТОЖИТКИ, ни какие квартиры не входят. Вот это абсолютно принципово. На баланс университет же не берет квартиры, вы понимаете. Мы берем 10% в ОТОЖИТКИ, которые были направлены на будильник, 10%. То, что там не потребовали квартиры из-под работников, это дело между физической человеком и инвестором, который строит эти квартиры. Домовленности, там працювали профкомнер по этому напрямую. Каким образом там произошла покупка, понятно, может, только тем физическим человеком. Ну, я могу, Грукси Миколаевич сидит, он может вам озвучить, если он мает власть на эту тему. То есть инвестор просто так благополучно делал свитку сотрудников? Это не первый раз, я поднимаю это вопрос. Миша отривали и придбали, но есть певные лица. Поэтому квартиры там не отривали, действительно, они на основе договоров куплялись. Да, это понятный вопрос, что цена была скидца. Ну, тут я тоже не знаю, что это полная стоимость. Я скажу так, что опять же смысл, что люди покупали по той цене, по которой продавали, и скидка ввелась в то, что они платили еще дороже. Не, не, ну, у нас совсем не такая проблема. Давайте, чтобы подсумевать, друзья, треба идти, ну, мне кажется, что эти все вопросы, они бы занимались достаточно просто. У нас есть четыре ЖК, четыре, если не инвестиционные договоры, просто что мало отривали, как бы. Вот сейчас мы понимали, просто, я не знаю, если не можно конфиденционно весь нововір, то там частину, что мало отривали, и все. Мы бы сейчас не витрачали ни мы, ни в три години, ни журналісти часу. Подсумевать, да, уже без этого. Первое, спасибо за встречу, за то, что пришло нас вот так вот 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 так вот, поспілкувать. Я надеюсь, что, ну, я себе частину, частину питания для себя взял. Что, что надважливое, мы можем сейчас четыре ЖК. Если эти четыре ЖК вируются в нас в один повноценный гуртожиток, после того, как мы его отдам в эксплуатацию, порахуем, сколько нам это все вышло, мне надважливо, я еще раз напомню, что ваша экспертиза, допомога в законопроектах с приводу инвестиционных договоров для университета, это то, что, ну, надважливо, потому что есть национальный инвестиционный университет, где так же много питаний, там квартиры, в полизах, в инвестиционных договорах, там еще больший бардак, великий бардак, скажем так, которые нужно так же нам всем разбирать, так. Запрошуйте, с радостью, мы еще до начала строительства, по инвестиционным договорам, снова же, есть инвестиционная информация, есть части, ну, это государство, университет, это земля, это земля, это местная Киева, есть вещи, которые мы можем отримать, ну, а квартиры, если действительно они отримались, и, хоть, додатковая университет, это хорошо, потому что, за такие здоровые вопросы для науково-педагогических работников, оно достаточно остро стоит, если от этого никто ничего не отказал, а выдели, то в этом, погано Богу, я ничего не вижу, ну, и, снова же так, я надеюсь на тесную співпрацию, ну, и дякую Сергею и журналістам, мы с вашего досвала уже будем найти, я вам слово скажу, у нас, вот, відповідно, мы провели просто такий анализ, это наша громадская организация, да, на нашем инвестиционном проекте, с 92 по 18 лет, вот Сергей Петраевцовник, у нас, відповідно, было земли, КПІ придав, 2,29 гектара, это, відповідно, от початка была, была целоваркость, 59 млн грн. Отримали мы, відповідным чином, вот, мы, підсумували, на 183 млн грн. Это только учебные площадки, еще там 100 метров, это, соответственно, это, соответственно, а, что касается квартиры, действительно, благодаря этому удалось просумнуть, потому что мы цельным чином, они работали с ними, то есть наши, действительно, співроботники, а сколько это близко до университета, они приоритетно покупали, но эти 183 млн грн. они никак не входят, поэтому, когда взяты, даже партия земли, которую мы отчули, и то, что мы отримали, то уже выходят три чем больше. Я приключаю, чтобы выразить, когда вы работали там, очень много людей, очень много студентов и выкладчиков просто выкладывали на уровне продуманного. Вот эта снижка, мы не знали, что оно доходуется. Багато людей готовят придбать житло на уровне продуманного, но оно, если будет знать, что оно доходуется, то эта снижка за нам доволенна. Вона, как раз, будет 900 долларов квадратный вентяр, а наемка приходит по півтори тисячі. Это не мова, это, в принципе, воно в таких условиях. А можно мне? Роман, мне очень приятно вас видеть, я тоже вам дякую, что вы любили, что вы приехали в нас на праздник. Я буду всегда рада вам напомогти в вашем законопроекте. Давайте, можем, будем так письменно спелкувати, и будем надавать вам усилий документ. Люди, вы знаете, на что хотели бы дать вам ваш конечник, он же был присутствием на всех переговорах, на выступах облачения Ради на приняте решений. И я думаю, что он просто об этом забыл, а он не вернулся до вас, просто все не трогать. Поэтому будь-якій питательный, это каждый. Это правда. Да. И еще. Да, до речи, давайте, раз так, я тогда так же скажу. Голова Судинської Ради. Я відповідно. Я Назару Чесно. Не думаю, что он был в судне, на жаль, не забыли на ковид. Ось. И он даже находится на территории места Киева. Ось. Он пропонял, что пришел в судне, но, на жаль, у нас, згідно сплату непосредственности комиссии по прізвищам. Это не умова саме цієї комиссии, что может быть за прізвищем. Назвисло. У меня переписка за Румян. Назвисло, допустим, или... Дякую. Питання будівництва в Киеві – це завжди болючі питання, незважаючи на форму, якою це відбувається, чи це відчуження землі, чи це інвестиційні договори з університетами. Це завжди болюче питання. І на ці болючі питання завжди мають бути відповіді, завжди має бути комунікація. У мене, як у народного депутата, тема, якою я займаюся – будівництво на територіях університетів. І от у мене на окрузі Київський політехнічний інститут, національний авіаційний університет, на території яких зростають житлові комплекси, навчальні житлові комплекси. І надважливо розуміти, а що за це отримує університет. Сьогодні ми почали нарешті цей діалог, що, як і де може бути допомога депутата. Тому що, якщо не виконують умови договору забудовники, і держава університет страждає, то мають максимально включатися, включатися народний депутат. Або якщо є якісь домовленості, які не бачать громадськість, то ми також маємо розуміти, а що отримує університет дійсно за те, що відчужує свою землю. Ну, найактуальніше для себе, це те, що я зрозумів дедлайн, коли має бути зданий гуртожиток для студентів. Коли буде зданий гуртожиток, це час, коли ми зможемо проконтролювати, зрозуміти, а скільки ж він обійшовся коштів, і чи вартувало воно взагалі все того.